приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш немцы все-таки очень пунктуальный народ всю весну и все лето мы слышали что правильно о это у нас мол просто залежи этого вашего газа у нас пхг заполнены на 146 процентов у нас вот даже цены низкие никто не будет мерзнуть европа избавилась от зависимости от россии ну и бла-бла-бла все то что положено мы выслушивали это от евро чиновников от национальных лидеров от энергорегуляторов и много кого еще что отвечали мы вот подождите мол как только осень настанет сразу же сменят пластинку все ваши начальники сразу же запоют по-другому и сразу европейцы выяснят что весь год их водили за нас что никакие проблемы не решены что никакой газовой независимости и близко не достигнута и будут не просто высокие цены которые вернутся как только приблизится отопительный сезон и дефицит перебои поставок и все прочие удовольствия тоже разумеется будут обеспечены и вот хваленая немецкая пунктуальность не просто как только наступила осень а буквально 1 сентября по календарю немецкий регулятор сделал ожидаемое заявление глава федерального сетевого агентства фрг клаус мюллера в интервью газете financial times заявил опасность нехватки газа по-прежнему существует это во многом зависит от того будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в германию и тут есть риски энергетический кризис еще не закончился грядущая зима станет первой которую германия перенесет при полном отсутствии российского трубопроводного газа при этом мы не ожидаем значительного увеличения мировых поставок жиженного природного газа в этом или следующем году не исключено что возникнет потребность экономить даже больше чем в прошлом году вот и все а сколько было шума главное это продержаться первую зиму а потом мы найдем альтернативные источники поставок главное это поэкономить один год а потом цены снизится и новый газ придет главное это сделать запасы газа и тогда мы сможем нормально перезимовать короче первый и очевидный вывод энергетическая нищета европы как это называют эксперты пришла очень надолго если только не навсегда никакого дополнительного газа ниоткуда не придет чудес не бывает о чем в принципе из москвы говорили европейцам самого начала а что касается заполненных на 146 процентов пхг то про них было сказано сразу пхг это просто буферные объемы они позволяют держать небольшой сугубо оперативный объем на всякий случай если будут перебои аварии для балансировки перекосов поставок когда сегодня газа пришло густо что столько не потребишь а завтра будет пусто до следующего танкера эти буферные объемы можно заполнить хоть на 500 процентов и все равно на всю зиму этого не хватит с той разницей что весь прошлый год это говорила россия а теперь подтвердил глава федерального сетевого агентства фрг за что ему большое спасибо но самое смешное что все эти строгости и ограничения они только для европейцев требования чтобы любой ценой пусть даже у вас вся экономика рассыплется но чтобы с ужасной россии не смели торговать это только для старого света а вот америка себя не то что не спешит ограничивать а даже наоборот при всех санкциях при всей риторике и пафосе они даже наращивают торговлю с россией причем какой сюрприз именно в энергетическом секторе впрочем с одной стороны сша исключительные о чем сами же постоянные говорят и потому нарушать правила которые установили для всех им не привыкать с другой стороны у них и выхода то другого нет загибаем пальцы уран из китая они для себя потеряли хотя покупали его там прежде десятилетиями уран из нигера тоже теперь даже непонятно на сколько лет и каков результат цитируем сша нарастили закупку урана у россии до максимальных показателей в первом полугодии купили у россии 416 тонн урана что в 2,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года и максимум с 2005 года за поставленные российский уран сша заплатили 696 половиной миллиона долларов что стало максимальным значением с 2002 года за год стоимость поставок увеличилась два с половиной раза а доля выросла на 13 процентных пунктов до 32 процентов то есть пока сша рассказывает европе сказки о том что надо переходить на ветряки и солнечные панели а заодно что никак нельзя торговать россии и уж тем более в сфере энергетики что энергобезопасность европы надо любой ценой вырвать из лап россии сама америка при этом не просто наращивают торговлю с россией именно в области энергетики причем в разы но и доводит свою зависимость от наших поставок до 32 процентов от общего объема то есть одна треть наверное урсулы барреля на этом месте кондратья мог бы хватить от таких доз это другина красивых переобуваний в прыжке европа привыкла вот таким же образом поступать с другими странами но тут видимо какая-то справедливость мире появилась и с европой обошлись ничуть не лучше чем веками делала она настанет осень уводящая собой лето и вместе с ней приближается день когда вопрос ратификации шведской заявки турции в североатлантический альянс снова всплывет на повестке дня напомним что в июле турецкий парламент решил отложить этот вопрос и уйти на каникулы до октября они обещали вернуться со свежими силами и принять нелегкое решение о вступлении швеции в нато много времени прошло с тех пор много событий произошло мы все помним бесконечные дискуссии конфликты связанные с миграционными волнами в северной европе многочисленные демонстрации протесты и кажется что на фоне всего этого шведский кейс забыт потерял свою актуальность однако это только кажется времена изменились но вопрос о вступлении швеции в нато все еще на повестке дня турция должна сделать сложный важный выбор учитывая свои национальные интересы и последствия принятия такого решения как будут развиваться события и что решит турецкий парламент мы узнаем во время их возвращения из каникул в октябре вопреки импульсивности и инфантильности своих руководителей турция нарушила еще одну принципиальную договоренность которая теперь не может быть забытой или прощена своими партнерами из европы но вопрос о дальнейших последствиях остается открытым на этом фоне начинаешь кое-каким вещам относиться более философски можно ли сказать что эрдоган кинул россию вода разумеется причем даже далеко не по одному вопросу там целая пачка претензий накопилось не случайно наш президент столь жестко на него надавил в итоге по зерновой сделки россии есть за что выставить турции счет но с другой стороны это же мы просто судим с позиции противника в сша и нато а вот если бы турция так вела себя с нами не давая согласия на вступление ключевых стран допустим брикс то трудно даже представить как бы мы к этому отнеслись и конечно это не самая правильная политика мерить сорта неприятностей доставляемых тебе партнером но по сравнению с тем какой адский ад устраивает эрдоган европе и нато его фокусы с россией просто меркнут все-таки становится понятно почему наш президент так ценит турецкого лидера но где еще найдешь такого засланного казачка в стане врага а тем временем по зерновой сделки как раз что-то вроде наметилась зашла речь о том что россельхозбанк перед подключат к свифт и произведут разморозку его активов на пресс-конференции с российским коллегам сергеем лавровым москве министр иностранных дел хакан фидан глава мид турции заявил что он подготовила новый пакет предложений с учетом вклада турции и что по мнению анкары он станет подходящей основой для возрождения инициативы важнейшими составляющими этого пакета предложений является перед подключение россельхозбанка в систему свифт и размораживание активов российских компаний в европе производящих удобрения передает агентство анадолу но только россию это все не слишком устраивает обсуждать процесс перед подключения банка нам надоело за предыдущий год подключите его уже и тогда будем разговаривать своем telegram официальный представитель мид россии мария захарова описала ситуацию с возобновлением зерновой сделки как невыполнение старых неудачных идей новый пакет предложений он по зерновой сделки подразумевает перед подключение россельхозбанка к свифт и разморозку активов российских компаний сообщила государственное турецкое агентство анадолу раньше это все тоже подразумевалось только так и не заработала написала она однако согласно свежей информации генсеку он антонио гутерриш направил письмо главе российского мид сергею лаврову с новыми предложениями по данному вопросу в этом письме резюмируются предыдущие неудачные попытки он и предлагаются новые идеи для успешного возобновления сделки таким образом можно предположить что стороны продолжают пытаться найти решение проблемы и достичь соглашения в интересах всех сторон нужно надеяться что эти новые предложения окажутся более успешными и помогут разрешить спорную ситуацию важно чтобы все участники процесса проявили гибкость и готовность компромиссу для достижения долгосрочного и устойчивого соглашения а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша